Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот и сегодня мы для вас разыгрываем приглашение на новогоднее представление «Сказку «Аленький цветочек» 4 января ДК «Железнодорожников». Дерзайте! Друзья, вопросы сказочные, интересные, не только. Так что совсем скоро они появятся. Ну и, конечно же, хочется напомнить вам о том, что у нас в группе ВКонтакте программы «Универсальный формат» продолжается конкурс «Новогодняя игрушка». Заходите за подробностями. Ну, а сейчас время представить наших гостей. И я уже сказала, что на сегодня социально значимые проекты. Давайте знакомиться. Руководитель Самарской региональной общественной организации правовой помощи и просвещения гражданской оппозиции Ирина Качуева. Здравствуйте! Также с нами здесь руководитель студенческого совета Самарской области Арсений Тимофеев. Арсений, здравствуйте! И председатель студенческого совета Самарской области Анна Осипова. Анна, здравствуйте! Ну, социально значимые проекты, я так понимаю, всегда и государством, и администрацией, да и, собственно, гражданами воспринимаются адекватно и хорошо. Ну вот, как вообще принимать вы, может быть, участие в таких удивительных проектах? И что о себе, о своих замечательных друзьях, коллегах, деятельности можно рассказать по итогам 2015-го? Наверное, я хотела бы начать с наших проектов, которые мы, прежде всего, реализуем уже, на самом деле, с 2010-го года. Уже 5 лет, получается? Да, уже 5 лет, да. И мы не первый раз принимаем участие в конкурсе, и, прежде всего, в конкурсе президентской поддержки. Социально значимые проекты, они необходимы для того, чтобы действительно те вопросы, которые, например, зачастую государством где-то чего-то там не дорабатываются, очень спокойно поддерживает некоммерческий сектор. А поддержать эту ситуацию может государство именно через грантовую поддержку нас, как общественных организаций. И здесь очень важно понимать, что это не дается просто так вот тебе дали деньги, и ты вот их куда-то там тратишь. Нет. Ты сначала пишешь проект, ты рассказываешь, конечно, не знаю, очень четко понимаешь, что сначала ты должен написать проект, потом ты должен доказать этот проект, потом ты этот проект, естественно, представляешь, при этом это не идет по твоему желанию, это очень жесткие требования закона, как это сделать. Конечно, конечно. И уже после этого, если ты хотя бы хоть как-то и правильно, не то, что хоть как бы, а именно правильно отчитался дальше, то тоже можешь делать не первый раз свои проекты. То есть вот у нас, например, проекты президентской поддержки идут с 2013 года, то есть организация работает с 2010, уже как юридическое лицо, так это на самом деле уже больше 10 лет. А именно как юридическое лицо, когда ты зарегистрировался, там огромное количество требований. Вы знаете, на новогодней неделе, наверное, не хотелось бы говорить о том, что какие есть юридические требования, какие есть правовые требования. Кому надо, все о них знают. Абсолютно. А если не знают, опять же-таки интернет вещь великая, и всегда можно это посмотреть, всегда можно об этом просто поинтересоваться. Важно понимать, что если ты действительно как молодой человек, не сильно молодой, или там вообще группа людей, если у тебя есть какая-то интересная идея, потому что когда ты пишешь проект, сначала вообще идея рождается, правильно? То есть в принципе идея. Порой кажется, что ой-ой-ой, наверное, никто ее не поддержит. А потом все зависит от того, как вы ее представите. Поэтому сначала нужно придумать идею, потом эту идею рассказать, эту идею подтвердить, и тогда уже это может действительно реально родиться. И знаете, очень приятно, я так аккуратно уже опять же к Новый год ухожу, очень приятно понимать, что некоторые вещи, которые мы делали там 2, 3, 5, 10 лет назад, сейчас считаются нормальными, как будто всегда так было. А ведь когда-то этого не было. Когда-то кто-то ведь начинал. Кто-то начинал. Знаете, есть очень хорошее выражение, мне оно нравится, я в качестве так, не то что новогоднего, а в принципе всегдашнего такого некого девиза, говорю не только себе и своим единомышленникам, ребятам нашей общественной организации. Тот, кто сидит на вершине горы, не упал оттуда с неба. И мне кажется, это очень известно. Да, абсолютно. И та же идея, она или какой-то процесс, его когда-то не было. Интернета ведь не было, и компьютеров не было, они откуда-то взялись. Никаких-то технологий не было. Конечно. И зачастую они просто рождаются именно из потребностей общества. Поэтому общественно значимые проекты – это потребность общества в реализации каких-то конкретных идей. Как они будут реализовываться, и что с ними будет происходить, все зависит от нас с вами. Ну а как молодежь включается, вот студенческий, например, совет Самарской области? Какие у вас были проекты? Ну у нас проект, мы так же его делаем уже давно, с 2010 года, когда у нас даже не было еще юрлица. Мы вот в 2011-м зарегистрировались, а в 2010-м ребята, инициативные студенты поняли, что у нас мемориальные места, посвященные Великой Отечественной войне, находятся не всегда в хорошем состоянии, даже в центре города. И видели, что обращаясь в администрацию, проблема быстро не решается. Они решили немножко взять дело в свои руки и проанализировали. Сделали некий реестр этих памятников, привели, которые в самом плохом состоянии, по своим материальным возможностям эти памятники. Своими силами, да. Своими силами, да. О чем вы говорите, то есть дорабатывание ситуации. Да, где-то просто убрали, где-то там доску нашли, спонсоров восстановили, где-то там свастику стерли с фасада дома, где-то написали в прокуратуру, чтобы что-то там убрали, прибрали в порядок. И было так придумано, да, вот как Ирина Николаевна говорила, идея, главная идея. И была идея, что поставить за 15 дней до 9 мая, не в день, там, не за день, не за два, когда все понимают, что это праздник. А именно за 15 дней, когда никто, как бы этого не ждал, привлечь внимание общества к этой проблеме. В загоде, так сказать, да. Да, и ребята выставляли так называемые посты памяти, это как пост номер один, около этих мемориальных мест, которые они до этого же восстанавливали, изучали историю подвига этого героя. И студенты, школьники, и просто там молодежь, там уже кто-то даже работает, они выставляли этот пост памяти на два часа. Вот это началось в Самаре в 2010 году. И постепенно за 5 лет проект был поддержан, идея, как говорится, хорошая ее поддерживать на всех уровнях, студенческими советами, студенческими коллективами других регионов. В МГУ был проект поддержан, и сейчас он вот уже в 2015 году реализовался в 17 регионах и в 4 союзных государствах. То есть ребята в одно и то же время с 2 до 4 часов встают, несут вахту памяти, а до этого, начиная с февраля месяца, ищут новые какие-то мемориальные заброшенные памятники, доски. Ну то еще, что неизвестно, может быть, или забыто, да? Пытаются благоустроить, и вот в единый день выставляют этот пост памяти. То есть если я ничего не путаю и правильно поняла, Самара начала это первое дело? Нет, это просто инициатива самарских студентов, буквально там началась с 10 памятных мест, и пошла, 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 и так вот 17 регионов. И вот в этом году мы решили попробовать свои силы, подали проект на конкурс президентских грантов, и проект получил хорошую оценку и был поддержан. И что у нас ожидает в 2016 тогда? Ну в 2016 мы выйдем на новый уровень, я думаю, благодаря финансовой поддержке мы сможем восстановить больше мемориальных мест, привлечь большее количество ребят к этому проекту. Ну и также в Самаре и в других регионах ребята будут нести вахту памяти за 15 дней до победы. И помимо этого мы сделаем еще интернет-ресурс, который соберет всю информацию, которая была найдена за эти 5 лет, фотографии, истории подвигов. И на этом ресурсе можно будет постоянно смотреть и знать, что вот ты живешь в доме, а на этом доме висит доска памяти, чему она посвящена и что сделает герой. Просто там профиль чей-то может быть или какие-то даты. Потому что многие, к сожалению, когда ребята стоят, проходят какая-нибудь женщина вроде в возрасте, у нее там может отец или там мама воевали, и она спрашивает, а что это такое, что вы тут делаете? Мы говорим, да вот у вас тут доска висит, мы вот ставим вахту памяти. Она говорит, ой, я вот тут 25 лет живу и ее ни разу не видел. Ой, от этого грустно как-то становится. Поэтому цель такая. У нас зачастую бывает ситуация, когда люди просто не знают, как государство оказывает какие-то, опять же, конкретные вещи, делает какие-то конкретные вещи. Потому что я уж так сразу, извините, перехватила. Да, перехватила. Потому что абсолютно такая же ситуация с нашим проектом, когда мы еще в восьмом году начали вот эту гражданскую правовую помощь на селе. Мы столкнулись с тем, что сельчане зачастую просто не знают. А под сельчанами, понимаете, в широком смысле слова, и те, кто даже уехали на свои дачные участки, зачастую просто не знают своих прав и не знают, что с этим делать. И те же ветераны, когда они действительно, а их становится все меньше, меньше и меньше. Беспомощность информации нет. Да, просто нет информации. Либо же информация есть, но она преподнесена в таком формате, что очень тяжело старшему поколению понять эту информацию. И происходит буквально следующее. Я очень хорошо помню на своих первых приемах, это 2007-2008 год, когда, это мы сейчас, опять же, к вопросу о том, что когда все это начиналось. Сейчас прекрасно понимаем, что девятая просека, или там, опять же, вот Поляна Фрунзе, это вот действительно там застройка, там дома, там очень много. Я очень хорошо помню на одном из первых приемов, когда пришла бабушка, у которой было свидетельство о праве собственности на дачный участок, там 50-х годов, там были всегда дачи. И у нее другого документа, подтверждающего, и она просто не знала, как оформить землю. И она просто не знала, как приобрести то, что всегда было у нее. А ее вокруг начинали обступать, застраивать крупными коттеджами, то есть, по сути, где-то даже происходил сам захват, а она не знала, как это сделать. Поэтому разъяснить и объяснить, как гражданин, который ты знаешь, вот ему про себя, как гражданская позиция, объяснить действительно права и обязанности, или просто даже проинформировать, действительно, как вот в вашем случае, проинформировать, что в этом доме проживает конкретно или проживал, а может быть, до сих пор живут его предки, это очень важно. Информирование, с одной стороны, поставили у нас очень хорошо, с другой стороны, зачастую просто об этом мало кто понимает и мало знает, о чем-то с этим делать. О чем-то слишком много информации, о чем-то вообще нет. Я хотела у Анны спросить, вот Артения рассказывала, что молодежь активно это все поддерживает и так далее. Как председателя вот этого всего интересного общества, неравнодушных студентов, какие, может быть, еще были проекты, может быть, что-то еще будет, или вот как-то думаете, надеетесь, мечтаете? Да, отвечу. Перед как раз этим проектом, например, 24 апреля, поскольку идет выставление постов памяти, с того года у нас проходит фестиваль военно-патриотический на базе юридического института, мы его проводим в три дня, как раз и военная прикладная подготовка, и творческий такой фестиваль, концерт, там стихи посвященные как раз такой патриотической теме, да, и номера, какие-то сценки, какие-то танцы, еще что-то, да, песни, вот еще такой, как бы, конкурсный момент, ну, фестиваль проводится, ну, по военно-патриотической как раз, это вот к этому соединено, так скажем, еще к этой акции у нас. А какие были, может быть, еще интересные мысли, идеи, что-то выдвинуть хотели, но постеснялись, но в следующем году решитесь? Ну, есть, наверное, еще, да, проекты различные в нашей организации, не только патриотические, но и добровольские проекты, и проекты, например, рейд, который направлен на благоустройство города, да, также, когда ребята выходят, да, мониторят город, где-то какие-то надписи, там, свалки или еще что-то выявляют, и с помощью, как бы, пишут отчеты в прокуратуру, и подают документы, и уже как-то идет такое решение. Также различные фестивали, например, медиафестиваль поколения сегодня журналистики, да, и многие такие проекты, которые в дальнейшем, я думаю, да, мы будем подавать. Ну, вот вопрос, наверное, ко всем гостям. Социально значимые проекты, они ведь разные аудитории имеют под собой, рассчитаны, вот, как вы говорите, там, для жителей, там, на селе пенсионеров, рассчитаны на молодежь. Какие-то, может быть, еще, вот как эта градация происходит, и как вообще понять актуальность и востребованность каких-то проектов? Вы исследования какие-то проводите? Актуальность, она идет, прежде всего, из повседневной жизни, иногда даже, знаете, из каких-то потребностей, возникающих, там, у близких, у родных, у друзей, когда ты просто понимаешь, да, что есть ситуация, когда люди просто не знают, как с ней повести себя. Начинается, естественно, там, мы проводим социологические исследования, мы проводим мониторинг, естественно, очень серьезно поставлена работа с обращениями граждан, мы это делаем уже, опять же, практически уже больше 10 лет. То есть, когда действительно ты понимаешь, что необходимо. И по запросам, конкретным запросам от обычных граждан становится ясно, во-первых, начнем с того, что мы прежде всего сами обычные граждане. И я, например, понимаю прекрасно, видите, вот просто приведу пример в качестве информированности, либо не информированности, ситуацию, связанную там, да, с пересчетом по ЖКХ, коснулось это каждого, это сейчас стало нормально, 5 лет назад об этом мало кто знал, кто понимал. И куда идти, куда, да? И куда, что с этим делать? Опять же, понимание ситуации, например, кто отвечает за благоустройство, куда идти, кому обратиться, зачем обратиться. То есть, начиная с себя, ты понимаешь, что вопрос каким-то образом, ну, извините за термин, подвисает, и его необходимо просто отрабатывать. Если говорить об аудиториях, это может быть аудитория и старшего поколения, и среднего поколения. Очень интересно работать, естественно, с молодежными проектами, когда зачастую у нас с вами молодежь не знает даже своих прав в части тех же трудовых каких-то ситуаций. Если мы говорим о правовой направленности, но есть же очень интересные вещи, которые связаны с патриотизмом, мы понимаем, когда обратиться и кому обратиться. Сами некоммерческие организации зачастую обращаются, то есть, как мы оказываем, так, можно сказать, услугу именно как ресурсную организацию, то есть, объясняя, какие есть гранты, куда можно пойти, как можно реализовать свою идею. Ведь государству необходимо, и потребность в общественных организациях, она велика. Другой вопрос. Что конкретно ты делаешь? Как ты это делаешь? Что конкретно у тебя на выхлопе? Приведу просто один классический пример. Мы почему-то называемый классический, наверное, такую-такую подытоживую точку, аккуратно поставлю. Вы знаете, мы в этом году очень вели тему, она не шла у нас не в рамках непрезидентского, а именно в рамках нашего областного гранта. Это, так называемая, борьба с разливаеками на первых этажах. И мы успешно вместе с жителями закрыли несколько таких разливаек именно путем правильной подачи документов в суд и принятия решения о том, что с собственниками это было не согласовано. Не нужно нового закона, не нужно никаких новых телодвижений. Необходимо просто отрабатывание в рамках имеющегося правого поля. А об этом у нас, к сожалению, знают очень мало людей. А по поводу студентов, банальный пример, который тоже сюда приводим. Договор по общежитию. Зачастую. Сколько спорили на эту тему? Какой он должен быть и как он должен быть? Права есть, ими надо научиться пользоваться и знание прав, экономить деньги, а иногда позволять заработать. Но, к сожалению, нет этой грамотности, нет этих памяток, нет этих каких-то вот что делать в этой ситуации, что делать в этой ситуации. У нас есть проект заявлений на все случаи жизни, в электронном виде он тоже есть. И, соответственно, распространяем максимально, где только возможно. Новые печатные издания сейчас появляются, где, соответственно, можно разместить эту информацию. В принципе, мы стараемся это сделать максимально возможно в любом информационном поле. Ну, для молодежи, я думаю, социальные сети нужно хорошо охватывать. О социальных сетях мы и в ВКонтакте работаем, и, соответственно, в интернете сайт есть. Просто сейчас, я думаю, опять же, кому будет интересно и гражданскую позицию, и, собственно говоря, в принципе, все организации, кто работает и вместе сотрудничаем, думаю, всегда можно будет найти информацию в сети интернета. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Вдруг есть что сказать, высказать, спросить, уточнить. У вас есть удивительная возможность вот сейчас, в режиме реального времени, в прямом эфире спросить, что-то прокомментировать. Ну, а для того, чтобы, может быть, как-то вас расшевелить, подтолкнуть к нашему диалогу, к нашей беседе, давайте поиграем. Мы для вас загадали вот такой вот интересный кадр из известного фильма. Если вы выяснили, может быть, кого-то даже узнали, угадали, что за фильм старенький, хороший, может быть, даже отчасти новогодний, не только здесь изображен. Вот, подсказывать нашим гостям нельзя, это строго, это наше право, ваше право, конечно, можно выбежать и позвонить, но нет. Мы пока разговариваем в эфире, 202, 11-22, пригласительные на новогоднее представление и сказку «Аленький цветочек», 4 января, ДК «Железнодорожников» имени Пушкина, ну, кто-то получит самый первый, самый быстрый. Хотелось бы спросить, вот смотрите, иногда бывает так, что президентский грант, да, ого, вот так вот все думают, да ладно, там все уже куплено, посчитано, может быть, ну, такая вот типичная, может быть, позиция человека, кто с этим не сталкивался. И порой очень часто, очень много гостей приходят на эфир и говорят о своих каких-то мыслях проекта, говорят, ребят, напишите грант, ой, там столько бумаг, там столько надо всего делать, там столько так сложно-сложно, ой, нет. И в итоге через полгода кто-то другой с этой мыслью выстреливает и получает грант, а другой сидит и чешет затылок, ой-ой-ой, почему я не пошевелился. Вот информацию о грантах, вот как это все правильно? На самом деле эту ситуацию нужно мониторить, если уж совсем коротко, опять же, в интернете сейчас есть, вот абсолютно разложено все по полкам. Есть и вариант, как задать вопросы, как правильно написать, абсолютно четко расписано, какие документы сдать, как сдать, какие требования к организациям, почему это должно быть так или не иначе. Это все, опять же, очень лежит в публичной плоскости, это касается не только президентских. Наши, как говорится, региональные гранты тоже абсолютно спокойно, они расписаны и понятно, куда идти. Вопрос очень простой. Да, написать это непросто. Здесь не надо питать иллюзии, это, естественно, требует определенной сноровки и понимания. Но очень важный момент, что если вы действительно горите своей идеей, если вы понимаете, что эта идея востребована, очень важно, прежде всего, знаете, какой момент, любой социальный проект, он требует конкретной отдачи. Вот если идея идет не обо всем на свете, понимаете, а конкретно, в каких-то конкретных результатах, выигранных ли это в судах, либо это в выставленных постах, либо, опять же, любой социальный проект считается в людях. Какое количество людей получит поддержку, исходя из того финансового ресурса, который вы получите. Расписано все это, все расписано. Ничего страшного, сложного, сверхъестественного там нет. По-моему, знаете, опять же, тяжелее, чем мы в свое время в детстве научились ходить, тяжелее придумать ничего нельзя. Все же научились ходить и есть. Поэтому научиться писать гранты тоже возможно. Все приходит с опытом. А у нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. Людмила, ну что вот, может быть, вы поменяли в нашем городе, в вашем подъезде, в вашем дворе, в районе? Есть мысли какие-нибудь великие такие? Чего не хватает? Или что-нибудь мешает, может быть? Ну, мне лично ничего не мешает. Я призываю советы дома и решаю проблемы в своем доме и вообще в микрорайоне. У меня активные позиции. Так призываю также не быть равнодушными к тому, что нас окружает. Ну, как приятно слышать, какие у нас удивительные зрители. Ну, тогда вам точно не составит труда догадать, что же за фильм. Очень добрый, интересный, мы загадали. Правильный ответ, отправляйтесь или подарите этот пригласительный билет на сказку «Аленький цветочек» кому-нибудь из ваших родных или близких. Спасибо большое. Ну, а я, наверное, хочу спросить у ребят, подавая заявку на президентский грант, наверняка, вы же ездили, получали какие-то там, или это приходит по почте электронной? Как вы это узнаете? Ну, это в сети интернет, там есть хорошо сделанный сайт, это общественная палата Российской Федерации. Так, и там появляется информация. Да, там есть личный кабинет, в котором можно все заполнить, подать документы, где все достаточно хорошо расписано. Объявление результатов, как происходит? Объявление результатов также через полтора месяца. Волнительно, безумно волнительно. Но также ждем на сайте, часто там дата определяется, потом появляется сообщение, что надо еще подождать 2-3 дня. Чуть-чуть. Из-за большого количества. Эти 3 дня все ждут, пересозваниваются, надеются. А я вот посещаем с сайты, наверное, рассчитываю. Да, на сайте есть форум, на котором можно задать вопросы или позвонить именно грант-оператору, куда подали заявку. Грант-оператор? Конечно, да, их 8 грант-операторов. И узнать все вопросы, когда подаются документы какие-то, уточнить, что и как. А что-нибудь вот заметили, какие-нибудь, может быть, еще интересные проекты ваших коллег, студентов, неразнодушных тоже, ребят, так скажем, в других регионах? Какие-то проекты взяли на заметку, может быть, себе? Следите за судьбой. Ну, там достаточно мало описания проектов для общего, так сказать, показа демонстрируется. Поэтому сложно понять конкретно о этом проекте. Там не видно ни его фотографий, ни отчетов, ни каких-то конкретных идей. Все как-то немножко тайной покрыто, да? Да, ну, поэтому, да, чтобы идеи, наверное, не разрушили. А когда будут результаты? Там есть только описание, да. И из описания зачастую достаточно тяжело сделать вывод, насколько это там правильно или неправильно. На мой взгляд, очень неплохие проекты идут в других субъектах, в других областях. Это связано с поддержкой, опять же, инвалидов и социально необеспеченных групп, которым тоже дополнительно всегда необходима и информационная, и правовая. Очень много патриотических проектов, да, как бы, но такого, как у нас в Самаре, действительно нет. Согласна. Такие молодцы. Я действительно не знала, что именно в Самаре вот это все началось. Надо где-то прямо написать большими буквами, информировать, информировать, доводить. А у нас есть еще звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Светлана Васильевна. Светлана Васильевна, у вас есть вопрос? Давайте. Да. У меня такой вопрос. Может быть, я включила, но с опозданием, поэтому чуть-чуть только ухватило, как говорится. Вот мы очень давно бьемся на Мяге 21. У нас нет детской площадки. Я уже бабушка. И у меня, поймите, не только в нашем доме, это бывший общежитие, поймете, что тут население очень молодежное. Детей очень много. Но им играть негде. Но им играть негде. Они играют вот перед домом, а рядом дорога проезжает. И прямо по Мяге проходит. Поэтому вот как-то куда обращаться? Помогите нам, чтобы хотя бы детскую площадку сзади дома сделали. Спасибо. Ну вот граждане живут на Мяге. Дети играют практически под колесами автомобилей. Граждане не знают процедуры каких-то заявлений, обращений. Здесь очень четко надо понимать, что, во-первых, здесь необходимо общее собрание собственников этого дома и близлежащих домов. Конечно. Рассказать процедуру, объяснить саму протокольную часть, как это делать, что мы с этим будем делать и как правильно. Пожалуйста, это можно обратиться к нам. Опять же, наверное, не будет правильно, если сейчас озвучу телефон. Имеет смысл, чтобы к вам оставили все контакты. Обычно так просто предлагаем, чтобы у вас оставили все контакты, а мы со своей стороны уже получим их у вас и выйдем напрямую на заявителя, вот сейчас, кто обратился с Мяге. И порядок оформления, что нужно для этого сделать, чтобы это у нас не ушло с вами в никуда. Но надо очень четко понимать, что если сами граждане сами не организуются, не проведут собрание, то никто другой им не поможет. Никакой дяди прийти и разбираться с их площадкой не будет. Так и будет все. О чем мы речь? А оформить это спокойно можно. Действительно, процедура обкатана, процедура понятна, формы бланки протоколов есть. Помочь мы здесь поможем, потому что в рамках грантов, с которыми мы работаем, у нас такая, как говорится, правовая помощь тоже предусмотрена. За вас мы делать это не сможем, потому что вы, прежде всего, собственники у себя в доме. Но вместе с вами и подсказать непосредственно вам, как это сделать, абсолютно спокойно можно. Оставляйте контакты в студии, мы непосредственно на вас выйдем. Здесь это уже непосредственно моя ответственность. Спасибо за ответ, но я хочу сказать, что у нас впереди тоже интересные гости, и я думаю, что не стоит как-то так вот уж, если есть какие-то вопросы, стесняться их задавать. Давайте, друзья, звоните 202-11-22, наш оператор, администратор принимает звонки и оставляйте свои контакты, координаты у нее. Не переключайтесь, впереди у нас тоже знакомство с интересными гостями, и они расскажут о своей деятельности, о своих проектах. Ну, а вам говорю спасибо, вам удачи в 2016 году. Ирина, мы с вами не прощаемся, увидимся через несколько минут. До этого надо дожить. Я же не могу представить, что у меня будет в голове, когда мне будет 80 лет. Может быть, у меня вообще никаких мыслей в 80 лет уже не останется, я сказать в принципе ничего не смогу. А как жизнь проживу? Расскажи, как проживу. Какой это будет рассказ? Веселый, забавный, наоборот, смешной? Я не знаю, будет веселый, забавный, немного грустный. Мне кажется, буду рассказывать моментами. Эх, учитесь. И не забывайте о своих друзьях. Как я гуляла с друзьями, и как было весело. Пускай найдут у себя побольше друзей, наверное. И никогда не забывают о своих друзьях. Ну, воспоминания буду рассказывать лучшее из жизни, естественно, и какие уроки, чтобы они учились из-за ошибок, учились в прошлом, не допускали их. И, ну, да, в общем, о ваших рассказах будет только положительное или что-то негативное? Положительное и негативное, если чтобы они из-за этих ошибок учились и не допускали их в своей жизни. Восемьдесят. Я думаю, они будут уже где-нибудь далеко, но вот... Да просто расскажу то, что скажу, живите пока молодые, да, все. Ну, будете рассказывать позитивные моменты в своей жизни? Конечно, конечно, у меня все позитивные. Как познакомился с мамой? Так бы я рассказал. Это долгий рассказ, длинный? Да, да, очень. Красивая история? Да. Любимый цвет, ну, наверное, яркий такой, зеленый. Ну, не знаю, что-то сочное такое, жизнерадостное. Мой любимый цвет лиловый. Да, такой лавандовый, спокойный цвет, он очень расслабляет. И в нем я вдохновляюсь на какие-то новые свои картины. У меня даже комната лиловая. Это зависит от настроения. Какое настроение, такой цвет мне и будет нравиться. Когда хорошее, какой нравится? Когда хорошее, я люблю светлые тона. Когда, естественно, плохое, значит, темные. Да, все цвета радуги, самый мой любимый цвет. Какой-то такой, ну, зеленый. Потому что он может быть и такой активно зеленый, а может быть он, ну, такой вот нежно зеленый, там вот зеленое яблоко, да, например. И, ну, не знаю, мне вот в этом плане, мне нравится такой цвет. Весна, любовь. А, наверное, черный и белый. Не знаю, это строгое, всегда ко всему подойдет. Пастельный-то она, ну, кремовый какой-то там. Голубой, может быть, такой. Ну, не знаю. Может быть, больше подходит к лицу. Продолжается наша эфир. Мы говорим о социально значимых проектах. И здорово, что есть очень достаточное количество в нашем городе каких-то организаций неравнодушных, и которые, ну, не щадя какого-то своего времени, ресурсов, занимаются этим. И, слава богу, выигрывают какие-то гранты хорошие, а еще и президентские. Давайте знакомиться с нашими очередными гостями. Рядом со мной Андрей Ишмуратов, председатель некоммерческого партнерства Центра общественного взаимодействия. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами также здесь руководитель автономной некоммерческой организации Самарский Центр развития добровольчества. Человек в Самаре известный Татьяна Санникова. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. И руководитель Самарской региональной общественной организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни атлет Александр Табаков. Здравствуйте. Татьяна, давайте с вас начнем. Центр развития добровольчества, ну все знают его, и ваши проекты, и ваши какие-то мероприятия. Вот чем, может быть, хочется похвалиться за 2015 и каким-то таким вот хорошим, добрым? На самом деле, наверное, волна здоровья. Президентский грант был и в прошлом году, и в этом году снова такое же название. Я считаю, что это серьезное доверие, потому что это была десятая акция Лиги здоровья нации. Но поскольку эта акция пришла из Самары, и проект как идея была поддержана Леонид Антоновичем Бакери в Москве, и продолжалась, я считаю, что замечательно, что именно десятая волна начиналась в Самаре, и мы были организаторами, соорганизаторами этой серьезной акции, потому что всегда по результатам акции их было 10, в этом году будет 11, спасается какая-то человеческая жизнь. Даже если она всего одна, уже ради этого этот социальный проект нужно было делать. Ну, тут хорошая основа очень. Потому что человек – это самое главное вообще на свете, и для чего и делаются социальные акции. Но чем отличается волна здоровья от других, что она в хорошем смысле слова идет по рекам России, вот в прошлом году стартовала в Самаре, и завершилась она в Нижнем Новгороде, вернее, она стартовала в Нижнем, но главное событие было в Самаре. И замечательно, что это такой микс серьезных каких-то интересных технологий по здоровому образу жизни и консультации самых известных врачей федеральных центров, когда на теплоходе принимают врачи, и причем врачи, которые вместе с местными врачами в разных городах решают конкретную судьбу конкретных людей. И, конечно, акцент, естественно, поскольку мы были организаторами на волонтерские инициативы, вот по всей Волге в этом году самарские волонтеры свои интересные технологии представляли в других городах и принимали эти интересные проекты вот по ходу теплохода. Слушайте, ну на самом деле, действительно, про волну здоровья говорили, снимали, писали, мне кажется, в каждом городе где-то как и иначе были остановки. Успешно, я так понимаю, прям хорошо отзывы идут про этот проект. На самом деле, вот в этом году будет 11-я волна, я не участвовала только в двух по объективным причинам. По разным городам идет эта акция, но чаще всего по Волге, и начиная от больших городов известных, где, казалось бы, есть даже федеральные центры и врачи, но самые главные маленькие какие-то городки, например, на следующий год это будет Балакова. Ну, понятно. Когда привозят деток, вот в Сибири, например, было, за 600 километров привозили ребенка на консультацию, шли по реке, это, знаете, это что-то очень уникальное, и когда мама вот со счастливыми глазами узнает, что, слава богу, ребенок не просто будет жить, но еще и получит помощь в федеральном центре, это здорово. И когда интересные общественники несут свои технологии, начиная от больших городов в глубинку и обмениваются еще и какими-то интересными идеями, вот как Ирина здесь сейчас рассказывала, и такой появляется эффект, очень серьезный, и в прямом смысле слова, вот позитивные волны идут. За 10 лет волна здоровья более 10 тысяч пациентов оказала помощь, например, 320 человек в этом году только в Самаре получили консультации. Это каждая жизнь, каждый человек, каждый ребенок. Причем в этом году, кстати, впервые участвовали известные врачи для женщин, гинекологи, причем с наукой, с практическим применением, и в этом году были очень интересные результаты именно по женскому здоровью, акцент как раз на то, чтобы рождались здоровые дети. Здоровые, конечно, это самое главное. А что касается здоровья, это Александр. Расскажите, вы, может быть, чем занимаетесь, какое направление культивируете? Да, вот мы в этом году тоже подавали заявку на президентский грант. Звучало оно в следующем. Это ГТО «Здоровье нации». Но вот ГТО, знаете, в более широком смысле понимания, то есть это не просто сдача нормативов каких-то и физических упражнений, а как часть системы подготовки патриотического общества. То есть была взята широкая аудитория, это начиная с первых классов до старших классов. Была разделена она на три части, это младшие и средние, и старшие классы. Соответственно, для каждой группы была подготовлена определенная программа. ГТО она включала, как и экскурс в историю, когда мы рассказывали детям. Что вообще такое-то? Да, да. Почему родители трепещут под словом? Например, мы с вами помним прекрасно, что такое ГТО. Не помним, но куда девать. Ну, как бы, да, да, да. У нас была такая преемственность поколений. А вот новые поколения, например, ни разу не слышали, что такое вот готов к труду и обороне. Услышат. Услышат. Да, да. Будем надеяться. И расскажем все вместе с добровольцами. Да, и вот как раз к этому и способствовала наша программа. Популяризация спорта и здоровый образ жизни в целом для подрастающих поколений. Вот, например, для младших классов это в качестве игровой формы. Представлялась в средних, это уже часть подготовки к ГТО, то есть какие-то элементы, выполнение упражнений и также семинары, лекции. А вы получили поддержку? Нет, к сожалению, не получили, но я думаю, в следующем году также будем пробовать и стараться, может быть, на городском уровне или на область. То есть чуть-чуть, может быть, чего-то недоработали. Да, возможно, чего-то не хватило. Ну, первый раз мы пробовали, у нас молодая организация. Кстати, вчера вот нам исполнилось два года только. Юные совсем дурают. Тут люди по 10 лет уже гранты заполняют. Я думаю, что у нас еще впереди. По чуть-чуть, хотелось бы, наверное, и у Андрея узнать, дважды, да, подавали проекты? Если не больше. Мы в 2014 году выигрывали дважды. Насколько я знаю, единственный в Самаре. Ну, так вот нам повезло. Можно похвалиться. В 2014 году мы тоже выигрывали. Ну, я о причинах не берусь судить, так сказать, потому что у нас суммы не самые большие. Как бы, одно дело, один проект, да, по 10 миллионов, а другое дело, проект, да, небольшие. Наверное, небольшие как-то проще, а большие сложнее. Поэтому это не в одной системе координат. Ну, я бы рассказал, в первую очередь, о втором проекте, который интересен именно широким слоям населения. И он называется «Независимый публичный мониторинг работы административных комиссий». Вот вы спросите, да что же тут интересное уже из названий. Как-то много слов, да, и я пока не уловила. Дело в том, что вот очень много вопросов по телефону касаются там. Площадок, подъездов. Именно их. Благоустройство, мусор, парковка на газонах. А кто этим занимается? Административная комиссия. Тут люди говорят, в пропортуру мы пишем. Обычная, да. А занимается рассматривать нарушения и составляет протоколы по этим делам административной комиссии. Вот я хочу зрителям, так сказать, неопределенному кругу лиц задать вопрос. А вы хоть раз слышали о таком органе? То есть многие слышали, кто сталкивались. Вот люди слышали, мы слышали. И вот, ну, вы понятно слышали. А вот такой орган существует и достаточно эффективно работает. И наш проект был направлен на, так сказать, общественный мониторинг. Новый федеральный закон об общественном контроле. Если сейчас наделила общественность правами, например, даже проводить проверки органов с получением документов, направлением заключений, на основе которых делаются и организационные, и кадровые выводы, общественность может это делать. Не все об этом знают. Да, не все знают. И вы, например, если у вас есть совет на квартирную дом, органы территориального общественного суммоправления, общественные организации инвалидов. Но прежде всего у нас сейчас на территории области общественный совет микрорайонов. Они этим уже занимаются. Вот перед этим уже, извините, я перебила. Перед этим вот ребята были, которые с проектом РЕЙД. Они действительно ведь как раз и пытаются объединить сейчас практику обычных граждан с административными комиссиями. И почему он сейчас возник, этот проект? Потому что в 2014 году уже была подготовлена почва, по большому счету. И стали побольше уже об этом понимать. Да. Хорошо. И что мы делали, да? Мы провели общественную проверку. То есть мы выезжали в каждую комиссию, проверяли документы, так сказать, на предмет соответствия законодательства. Тут вопрос двоякий. Там, где нарушается законодательство, административные комиссии таким образом могут нарушать права участников административного процесса. От самого потерпевшего до подозреваемого. Там, где они бездействуют, то в таком случае они нарушают конституционные права, в общем-то, прописанные в конституции на благоприятную среду. А что такое благоустройство, это и есть создание благоприятной среды. Отклик есть какой-то уже по вашим проектам? Они реализуются уже или только будут реализоваться? Они, в общем-то, уже реализованы в полном объеме. Мы можем уже говорить о показателях. То есть я бы не хотел говорить о сумме штрафа, о фискальном показателе, хотя собираемость в Самаре вдвое выросла. Притом назначение выросло не вдвое. То есть это говорит об эффективности. Это множество устраненных нарушений. У нас есть целый, так сказать, альбом «Был-стало». То есть вот до того, как пришла административная комиссия, там гора мусора или безобразие, она пришла, стало лучше. И что мне вот, чем мы особенно гордимся, помимо этого, так сказать, эффекта федерального масштаба. Ведь дело в том, что в каждом регионе административная комиссия работает по-своему. Обмена опыта нет. И мы провели очень недостаточный. А мы провели первую в России, можно сказать, и самую масштабную в этом году, и самую представительную межрегиональную конференцию. Собрали 10 субъектов федерации, приглашали членов федерального собрания, так сказать, на эту тему, чтобы мы могли это обсудить. Слушай, можно я скажу? У нас остается 40 секунд буквально до конца эфира, но надо еще собраться. Конечно. Мне кажется, надо собраться еще, и просто не хватает нам катастрофических времени. Ведь здесь представь далеко не все проникты, далеко не все. А надо принести, показать, что стало, что было. А надо показать какие-то все-таки фотографии, наглядно все это продемонстрировать. Да мы готовы привезти с собой собственников, которые действительно защитили свои права вместе с нами. И старшеклассников, которые готовы сдавать нормы ГТО. Мне кажется, это действительно будет яркий пример. Самара всегда был в центре социальных инноваций. Спасибо вам большое, конечно, за то, что приняли участие в эфире с наступающим Новым Годом. Вам, дорогие друзья, хорошего настроения. Ну вот, эти люди есть. Всех с Новым Годом. Обращайтесь к ним, не стесняйтесь. Всего доброго. С Новым Годом. Редактор субтитров А.Семкин